Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого, а значит вы на канале Лёша Играет. Кстати, подписывайтесь, если его ещё нет. Сегодня мы поговорим о картах для игры в Цивилизацию 5. Смысл в том, что очень много представлено вариантов карт. Вот я вам даже открою список, тут он очень большой. Очень многие из них не используются игроками, да и мной не используются. Я сам сейчас вместе с вами некоторые буду изучать и смотреть. Чтобы разнообразить игру, разнообразить свой геймплей, надо вот все их пользовать. Какая карта на что влияет, как она выглядит и что значат настройки. В самой игре, естественно, я карты открывать не буду, потому что они закрыты туманом войны. Это чтобы их открыть, всё это сделать, я же с ума сойду. Поэтому я использую вот инструмент для разработчиков. World Builder он называется. Кстати, обратите на него внимание, если кто ещё нет, с его помощью можно свои карты, собственно, рисовать, сценарии делать, моды и так далее. Он бесплатен для тех, кто купил Циву в Стиме. Его можно скачать просто дополнительно и с ним разбираться. Но я в нём сам не очень разбираюсь, я не любитель делать карты, поэтому, пожалуйста, не просите меня только по нему потом сделать видео. Всё хорошо, сами разбирайтесь, пожалуйста. Есть на форумах много по этому поводу тем. Я его открыл только для того, чтобы генерировать карты и с ними разбираться. Вот на данный момент у нас здесь сгенерирована Пангея. Это самая частая и самая популярная карта, собственно, на которой играют большинство цивилизаторов. В одиночную игру, в сетевую, вот она самая популярная. Понятно, что Пангея – это единый материк. Если вы вдруг школьник, который вместо уроков географии и истории играет в циву и не знает, что такое Пангея, расскажу, что когда-то на Молодой Земле был один-единственный материк, который потом разделился на несколько материков, которые есть у нас сейчас. И дальше материки будут дрифовать, опять будут соединяться. И так много-много раз, пока Земля не погибнет в пламени разрастающегося Солнца. Вот мы имеем Пангею. На генерацию этой карты влияют параметры, которые, вот видите, возраст мира, температура, дожди, уровень моря и ресурсы. Об этом, в принципе, я рассказывал в предыдущих своих видео, но я сейчас повторюсь, чтобы к этому не возвращаться при генерации других карт. Возраст мира влияет на количество холмов и гор. Чем меньше возраст мира, тем больше будет холмов и гор, потому что чем моложе планета, тем она гористее и так далее. Вот, например, давайте посмотрим. Вот 3 миллиона лет сгенерируем карту. Ну вот, 3 миллиона лет, как видите, вот это горы обозначены. Вот так холмы выглядят. То есть такая пересеченная гористая местность. А теперь поставим 5 миллионов лет. По идее, должно стать меньше. Ну, в моем представлении меньше. Вот горы, видите, вот только тут две таких гряды. В остальном это холмы, в основном. То есть именно гористость уменьшилась. Температура холодная, средняя и горячо. Понятно, если мы поставим холодная, вы сейчас увидите, что вот видите, тут тундра и тут тундра есть. Сейчас увидите, что эта тундра территории больше к центру сместится. То есть более такая холодная пангея станет. Вот, видно клеток на 5, наверное, тайлов на 5. С обоих сторон тундра увеличилась. Полюса тоже немножко увеличились. Если же мы поставим жарун, то в центральной части, ну и ближе к краям, станет больше пустыни. Вот давайте, пока у нас пустыня, видите, в центре такая небольшенькая. Вот, пожалуйста, насколько больше пустынь стало. Далее дождь. Ну, дождь влияет, я бы сказал, даже влажность это скорее, влияет на количество джунглей и любых других лесов, там, болот. Вот давайте возьмем влажную. Так, температуру поставим средняя везде. Теперь влажная. И генерируем пангею. Вот видите, вот эта вот зелененькая очень сильно, это джунгли. Видите, насколько много их стало. Плюс еще поймы, естественно, потому что влажная. А если мы... Ну, естественно, и лед наплывает на наш материк. Теперь уменьшим влажность и, наоборот, сделаем сухую пангею. Видите, намного меньше. Да, вообще практически нету джунглей, зато много равнин, много лугов. То есть намного меньше деревьев. Вообще, обычно, конечно, играют все, ставят по рандому. Везде рандом и как сгенерируются. Но если вы знаете вот эти все влияния на генерацию пангеи, то таким образом вы можете интересные карты себе генерировать в начале игры. Ну и уровень моря, поставить низкий уровень моря, то пангея, именно земля, будет занимать больше места, а вода меньше. Вот сейчас сгенерируем. А если поставить высокий уровень моря, то земли станет меньше. Вот таким образом. Обычно ставят низкий уровень моря, чтобы земли было побольше и земля занимала... было больше места для расселения. Не обязательно кучковаться. Но, грубо говоря, если вы поставите высокий уровень моря, то вы будете близко к соседям находиться. Если низкий, то подальше. Так, по ресурсам я вам тоже рассказывал. Стандартный легендарный старт. Это будет много ресурсов. От каждого, грубо говоря, 8 угля обязательно будет, там 8 железа. Стратегический баланс, это обязательно рядом с вашей столицей будут лошади и железо. Абандант в русском варианте это мало ресурсов, наоборот. То есть, если в легендарном начале 8 угля, если вы его найдете, то вот в этом абандант 2 угля всего будет. Но вернемся к картам именно. Все тут поставлю по умолчанию, по ровному. И еще несколько слов о картах на единый материк. Естественно, Пангея, который я вам только что показывал. Далее есть Пангея Плюс. Все карты с названием Плюс, то есть, вот видите, еще Континенты Плюс, есть Great Plane Плюс. Это означает, что вместе вот с Пангеей еще сгенерируется много маленьких островков рядом с ней. Вот, видите, вот есть много маленьких клеточек. Одна-две клетки, такие маленькие островки. И вот они генерируются именно из-за того, что Пангея Плюс. На этих картах неплохо играть со всякими морскими державами. Например, той же Индонезии. Если просто на Пангеи Индонезия, естественно, свой бонус просто теряет нации, то вот на Пангеи Плюс вполне может размещать города. То есть, она найдет, где поставить город не на своем континенте и использовать свой бонус. Ну и, соответственно, любые там другие морские нации, которые на простой Пангеи несколько теряются со своими бонусами рядом с обычными сухопутными нациями. Так, теперь просто еще карты с Единым Материком. Овал. Ну, по названию понятно, что карта будет похожа на Овал. Единственное, что вот есть небольшие различия. Ну, вот видите, здесь даже получилось два континента таких. Обычно это в один континент генерируется. Давайте еще раз генерируем. Есть небольшое разбитие. Ну, вот видите, какой Овал получился. Разбитие водою. Но обычно вот такая генерируется континент Овал. Тоже довольно забавная карта. Вы таким образом... И, естественно, вот если вы на шестерых играете, то будет размещаться каждый в своем секторе. Вот этот Овал очень легко на шесть секторов делится. И каждый в своем секторе размещается. В отличие от Пангеи, немножко более стратегически сбалансирована карта, потому что никто не будет рождаться в середине карты. Вот, например, если мы вернемся к Пангеи, то можно легко себе представить, что четыре нации появятся по бокам, и две нации вот где-то здесь, которые будут между другими находиться. И они будут в таком незавидном положении, когда на них могут напасть со многих сторон, в то время как те, кто родился на краю Пангеи, в более выгодном положении, потому что у них будет только один сосед. На Овале же такой вот ситуации не будет, потому что вот вы можете мысленно разделить, например, так пополам, и эти половинки еще на три сектора. И вот если, например, шесть человек играет, то каждый будет в своем секторе рождаться, и в некотором роде будет с одинаковым количеством соседей находиться. Так что тоже довольно интересный вариант и для сольной, и для сетевой игры. Другой очень интересный вариант — фрактал. Вообще, что такое фрактал, если вы еще и математику прогуливали? То это геометрическая фигура, которая сама себе подобна. А подобие — это... Ну вот если есть два равносторонних треугольника, у одного из которых стороны чуть больше другого, то вот они подобны, потому что больший треугольник подобен меньшему на определенный коэффициент. Вот и фракталы — это такие фигуры, которые сами себе подобны. Их можно по определенному принципу сравнить, и некоторыми частями они будут схожи, грубо говоря. Надеюсь, вменяемо я это объясняю. Ну вот, например, смотрите, у нас сгенерирована карта. Если вот так провести линию, то вы увидите, что эта фигура и эта подобны друг другу. Вот эта часть похожа на эту, эта часть на эту, только вот эта часть меньше этой. Поэтому они подобны. И за счет этого фрактальные карты иногда получаются очень интересными, потому что они не настолько предсказуемы, как Пангея, но при этом один или два материка получаются, и интересно играть таким образом. Вот я вам генерирую еще несколько карт, просто показать, как фрактал. Ну вот видите, опять же, как можно разделить. Примерно вот так, если провести линию, то будет подобие некоторое. Ну тоже интересно, например, если на шестерых играть. Вот здесь кто-то появится, здесь. И четыре нации вот на этой фигне. Эти нации, конечно, типа будут защищены от нападения, но зато у них мало места для развития. А эти могут между собой воевать, и таким образом получится довольно интересная партия. Так, давайте еще фрактальчик сгенерируем. Фракталы тоже интересный вариант. Единственное, что он, ну, очень такой рандомный получается, но в этом и интерес играть на фрактале. Дальше пойдем. Есть такая карта под названием Терра. Я так понимаю, это некое подобие Земли. Будут всегда генерироваться такие карты, которые как-то отдаленно напоминают нашу планету. То есть обязательно два полушария ярко выраженных. Вот в данном случае, видите, ярко выражены несколько континентов. Ну, в моем понимании, для сетевой игры это не очень интересно. А вот для одиночной, наверное, неплохо в ней играть. Тем более, что конкретно карты Земли, как так таковой, нету. Есть карты Европы, кстати. Вот я вам покажу. Интересно, что я раньше думал, что она четко заданная карта Европы. Нет, оказывается, она тоже постоянно генерируется заново. Вот сейчас второй вариант. Вот теперь вот так выглядит. То есть отдаленно карту Европы напоминает. Но каждый раз она все равно генерируется заново. На Европе тоже можно проводить партии. С другой стороны, ну, слишком уж там все ясно. Понятно, где какая местность. Что, по моему мнению, не очень интересно. Так, карты с единым континентом я вроде разобрал. Теперь карты с несколькими континентами. Ну, понятно, карта континенты будет создавать континенты. В зависимости от размера карты. Я вам, кстати, все это показываю на приблизительно стандартной карте. Вот видите, тут можно выставлять размеры клеток по горизонтали и вертикали. Просто генерируются континенты. Два больших острова или там три больших острова. О, смотрите, тут аж раз два больших и два маленьких сгенерировалось. Ну, тут объяснять, собственно, ничего не надо. Более мелкий вариант – это архипелаги. То есть здесь сгенерируется несколько меньших островков. Ведь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Таких более-менее по размеру островов и много маленьких. Между континентами и архипелагами находятся маленькие континенты. То есть здесь будут островки побольше, чем в архипелагах, но меньше, чем в континентах. Тоже неплохой вариант, чтобы исключить ранний вынос кого-нибудь из соперников. Вот все начинают на маленьких континентах. Все, скорее всего, будут на разных островах. Постепенно развиваются и уже в зависимости от своего развития потом продолжается игра и друг на друга можно нападать. Вот видите, судя по тому, что как все разделены океаном, надо аж до навигации, видимо, исследовать, чтобы найти кого-то из соседей. Далее, еще меньше архипелагов – это большие острова. Вот видите, тут много моря, намного больше, чем на предыдущих картах. Но острова еще не маленькие. И, наконец, самый экстремальный вариант с морской картой – это маленькие острова. Тинни Айленд, то есть тут будет… Ага, видите, маленькие острова. Это много маленьких островов. А еще раз давайте большие острова сгенерируем. Ага, видите, вот этого я не знал, кстати. Я думал, что большие острова – это то же самое, что и маленькие острова, только острова побольше будут. А здесь нет. Видите, большие острова – это очень много моря, а островов не так уж и много. Они побольше, чем в маленьких островах, но их мало. Вот это чисто морская карта вообще. Здесь очень много моря. Здесь надо его контролировать большим количеством морских юнитов. Так что обратите внимание вот на большие острова для морской игры. Прикольная карта, я вот даже не предполагал. Теперь рассмотрим закольцованные карты, так называемые. Из них самое популярное – это внутреннее море. В ней турниры проходили, часто играли. В общем, смысл в том, что внутри прямоугольника суши находится какое-то море. Фишка в том, что карта не закольцована вот справа и слева. То есть, если там на Пангеево, если вы поплывете влево, то приплывете с правой стороны, и таким образом карта закольцована. Тут такого нет. Она закольцована только вот внутри самой себя, вокруг этого озера. Играет интересные партии за счет того, что у всех всегда только двое соседей находится. То есть, мысленно разделите, если карта на 6 человек, мысленно ее на 6 секторов разделите. У каждого будет по 2 соседа. Таким образом, несколько снимается вероятность нападения сразу многих на одного несчастного. А если еще ввести правило, что, например, нападать можно только на соседа по часовой стрелке, или напротив только на соседа против часовой стрелки, то вообще есть вероятность ввести только одну войну. Поэтому карта довольно популярна, но несколько приелась. Поэтому я стал смотреть другие карты подобного рода, и вот мне понравилась карта... Я как-то не знаю, как в русской локализации. Она называется по-английски Donut, то есть переводится Пончик. Пончик. Ну, сейчас вы поймете, вы увидите, вот, собственно, почему название пирожок. Здесь не только есть внутреннее море, но и внешнее. Вот, кстати, вы извините, я, правда, не знаю, это ли карта закольцована или нет. Если можно ли будет здесь проплыть справа налево. Зато здесь можно в середине не только море, но и, например, горы. Вот, видите, выбираем горы и получаем вот такую фигню. Это для того, чтобы нельзя было проплыть внутри. Но, по мне, это интереснее играть с океаном внутри. Можно поставить не горы, а ту же пустыню. Что получится? Вот такой пустынный пирожок. Правда, видите, города ставить можно. И, наконец, при стандартном Пончике получится просто вот такой колобок. Но я считаю, что самый интересный вариант это с океаном внутри. Потому что таким образом получается та же карта внутреннее море, только еще и с внешним морем. Ну, я уверен, что тут можно все-таки проплывать справа налево. И таким образом получается больше направлений для взаимодействия. И при этом остается все та же система, при которой вы граничите только с двумя соседями. Поэтому это тоже довольно интересный вариант для игры. К тому же и карта выглядит прилично. А вот, когда неприлично выглядит, это карта Ring. Или по-русски оно кольцо называется. Я, к сожалению, не смогу его показать. Оно не сгенерирует вам, потому что тут зависит от количества людей, играющих. Но я вам так попытаюсь описать. Здесь у каждого играющего имеется площадка в таком виде шарика, которая соединена по кругу со всеми остальными такими площадками. И соединение это зависит от количества клеток, как вы тут поставите. Вот видите здесь, сколько клеток на соединение. Две клетки, три или четыре. То есть такими проходами. Мы находимся на островах, грубо говоря, которые по кругу, каждый друг с другом соединен проходом от двух до четырех клеток. Выглядит карта упыторжно. Простите уже за такое слово. И играется тоже так себе, честно говоря. Потому что легко можно в оборону поставить. Ну, не очень она такая играбельная, по моему мнению. Поэтому не рекомендую. Ну и осталось нам разобрать все остальные карты, которые вот не входят в эти категории. Пойдем по порядку. Четыре угла. Понятно, что эта игра неплохая для игры два на два или вчетвером. Здесь у каждого четыре своих собственных места, у которых есть проход друг к другу в центре карты. Понятно, что влево и вправо карта не закольцована. Попасть к другим соперникам можно вот либо только через центр карты, либо переплыв этот заливчик. Великие равнины. Great Plains. Ну, карта основана на реальной местности в Соединенных Штатах. Собственно, она вот так этой местности выглядит. Это такое предгорное плато к востоку от скалистых гор. Если, ну, вам так, по географии вы нормально шарите, то в районе штата Нью-Мексико, Оклахома, Колорадо. Там, по-моему, Канада тоже еще захватывается. И вот здесь слева всегда гориста, справа лесистая, посередине равнины, и внизу справа вода. Мы можем сколько угодно генерировать карту, только будет отличаться расположение ресурсов и, так, немножко клетки меняться. А так все то же самое. Не знаю, никогда я не играл на этой карте. Думаю, для сетевой игры она не очень подойдет. А вот для игры против компьютера можно попробовать. Highlands. То бишь высокогорье. Ну, понятно, что это просто гористая карта. Опять же, не закольцованная справа налево. Тоже реально существующая местность. Ледниковый период. Не поверите, тут будет очень много зимы. Вот так оно выглядит. То есть узкая полоска плодородной местности в середине карты, а все остальное покрыто льдами. Не знаю, в чем интерес играть на такой карте, но если вы любитель, почему нет? Главное, что такая возможность есть, и игра ее предоставляет. Озера. Не поверите, но, опять же, карта соответствует своему названию. Вот на карте с большинством земли просто вкрапления, небольшие водички. Собственно, это такая инвертированная версия островов. То есть, если на той карте много воды и небольшие вкрапления суши, то тут все наоборот. Север против юга. Карта разделенная посередине, сверху, север, снизу, юг. И карта разделенная посередине чем-нибудь. То есть, в данном случае, видите, пустыней. И так как тут можно ставить установки команды, то, естественно, эта карта очень хорошо подходит для командных боев. Давайте еще раз сгенерируем, посмотрим, чем на этот раз будет разделен север и юг. Ну, все время пустыней. Да, постоянно делится пустыней. То есть, нету, в отличие от запада против востока, нету воды между двумя половинами. Ну, давайте тогда сразу посмотрим запад против востока, сразу, чтобы сравнить. Вот на этой карте, собственно, проходил наш матч 2 на 2. И вот она вот так выглядит. Всегда между половинами западом и востоком протекает вот такая полоска воды. И здесь в центре карты еще небольшие выступы, где океана нету. Можно еще раз несколько раз сгенерировать. То есть, вот отличие главной карты юг против севера от карты восток против запада в том, что первая не разделена водой, а вторая все-таки разделена. Еще раз повторю, эти две карты очень неплохи для командных сражений. Ну, и, естественно, для дуэльных, наверное, тоже. Почему нет? Следующая, Скирмиш, Перестрелка. Ну, это тоже очень популярная карта для дуэли. Амазонка. Естественно, реально существующая местность в Бразилии. Почему в Бразилии? Не только в Бразилии. Очень много джунглей, горы, много бананов, как видите. И вот всегда будет генерироваться вот такая полоска суши, идущая по диагонали. И между ними сверху и снизу небольшой кусочек воды. Тоже не закольцовано слева направо. Сэндсторм. Или песчаная буря. Понятно, что сейчас будет очень много пустыни. Да. Ну, здесь в зависимости от количества воды будет генерироваться суши. Вот эти поставим меньше. То есть генерируются такие континенты, на которые очень много пустыни. Мне кажется, прикольно было бы сыграть чисто пустынными нациями, которые появляются в пустыне. Там взять Марокко, арабов. У нас там еще в пустыне голландцев. Потому что у них есть полдеры. И на такой карте поиграть. Какая пустынная нация круче всех. Ну, а так, для серьезных игр, конечно, это не вариант. Арборея. Вот тут я не очень уверен. Единственное, что мне удалось найти, что есть город такой в Италии. Ну, естественно, вряд ли относится это к городу в Италии. А скорее к плану в Dungeons & Dragons. Ну, если кто не в курсе, Dungeons & Dragons это система ролевых игр, в которых много планов, то есть миров. И вот один из них, видимо, Арборея, на основе которого и генерируется карта. Я каких-то особенностей в генерации не нашел. Вот, видите, может быть и много островков небольших. Может быть, наоборот, внезапно практически пангея. То есть в чем прикол Арбореи, мне, честно говоря, не очень понятно. Так что, извините, в данном случае я ничем не могу, никакого точного описания сделать не могу. Бореал – это бореальный период в истории Земли. Я не помню точно года, уж извините. Но не очень давно, что-то в районе тысяч, десяти тысяч лет назад. Во всяком случае, в Голоцен входит. А потом уже был Плейстоцен и потом наша эра. То есть вот как тогда выглядела Земля. Много снега, тундры. Так, собственно, и генерируется карта. Тоже для каких-то больших любителей поиграть на экзотических картах, но в сетевых играх нафиг надо. Фронтир – это, ну, так вообще называли освоение Дикого Запада в США. Как будто эта линия фронтиром называлась та черта, за которой очень резко падала плотность населения. Ну и постепенно этот фронтир продвигался все дальше и дальше на запад. В данном случае, конечно, как это относится к генерации карты – не очень понятно. Но могу предположить, что карта просто генерируется на основе вот каких-то западных областей США. Более того, вот видите, мы сейчас его генерируем, и видите, что нету никаких вообще ресурсов. То есть карта генерируется без ресурсов вообще. Как таким образом играть – не очень понятно, но в принципе довольно интересный вызов. Почему нет? Вот видите, хоть тут есть вкладка ресурсы, ну, предположим, легендарный старт я поставлю. Ну, ресурсов не видно вообще никаких. То есть если я вот сгенерирую Европу, то вот видите, куча ресурсов тут обозначены. На фронтире же никаких ресурсов нет. То есть имеется в виду, что вы такой поселенец, который следует Дикий Запад, у вас никаких ресурсов не будет, и попробуйте-ка выиграть. Ну, забавно тоже, я думаю, с компьютером интересно на такой карте сыграть. Hemispheres – это полушарие. Вот так все просто. Естественно, будет просто генерироваться карта с примерно одинаковыми половинками, которые можно так визуально разделить на две части. Ну, скорее всего, опять же, два континента, но я так понимаю, что они должны быть идентичны. Я не знаю, не буду я тут считать ресурсы, но, наверное, на каждой этой половине одинаковое количество ресурсов будет. Видимо, так. Наверное, интересная карта для дуэли, но для того, чтобы рано не встречаться. То есть каждый там развивается на своем полушарии, а потом приплывают друг к другу. Ну и последние две карты осталось. Сейчас сгенерируем. Это Rainforest, уже как-то тропические леса. Ну, понятно, что тут будет много тропических лесов, причем, опять же, могут быть как и маленькие континенты, так и Пангеи, так и... Ну, любые, любые размером острова. Тут главное, что будут всегда много тропических лесов. Не очень понятно, зачем эта карта, если я могу и так на любой карте устроить себе тропические леса, выставив по максимуму влажность. Ну, неважно, есть и есть. И, наконец, Tilted Axis. Забавная карта, честно говоря. Опять же, не очень понятно, кто на ней захочет играть, но выглядит она вот так вот. Наверное, Axis правильно читается. Tilted Axis. В любом случае, по-русски, это значит наклон оси вращения, то есть как будто земля еще больше наклонилась, и вот лед наполз на половину земли практически до экватора. До экватора у нас зима, а я в остальной части тундры и очень небольшая полосочка плодородной земли, а в самом низу пустыня. Вот в таких условиях и играйте. Думаю, наверное, интересно было бы поиграть, но полкарты практически недоступно. Не знаю. Не знаю, не знаю. В любом случае, вот таким образом, мы с вами рассмотрели все возможные карты, которые есть в игре. Теперь вы можете устраивать себе более интересные игрища, а не только на Пангее или на Континентах. Ну и, естественно, дополняйте, если я о чем-то забыл. Вы же знаете, я люблю комментарии по делу. Все, вы слышали Лешу Халецкого, канал Леша Играет, и играйте в умные игры.